5 ноября 1955 года открылось пассажирское движение с нового Карагандинского вокзала. Железнодорожный вокзал, подарок трудящимся шахтерского города, вступил в действие в канун всенародного праздника дня Великой Октябрьской Социалистической Революции. Здание поражает своим великолепием как снаружи, так и изнутри. В огромных панно и скульптуре отражен труд шахтеров, металлургов, строителей и тружеников сельского хозяйства. Широкая асфальтированная дорога выходит от вокзала на центральную улицу города, проспект Сталина. Новый вокзал вступил в строй. До середины 50-х годов прошлого столетия между Дворцом культуры горняков и заводом горно-шахтного оборудования лежала голая степь, а железнодорожный вокзал находился в старом городе. Он представлял себя небольшое саманное здание. Здание на станции Караганда-Угольная не отвечало элементарным требованиям. Зал ожидания был тесен, не было комнаты для отдыха транзитных пассажиров, как и комнаты матери и ребенка. В двухэтажном здании нового вокзала есть все, чтобы пассажиры смогли культурно отдохнуть в ожидании поезда. Проект здания разработан ленинградскими архитекторами Ашастином и Бенелинсоном. Фойе и залы ожидания вокзала украсили барельефы и панно. А пассажирское движение с нового Карагандинского вокзала открылось 5 ноября 1955 года. В 1 час 38 минут местного времени к платформе прибыл первый поезд Москва-Караганда. Первый вокзал был такое чисто техническое сооружение, когда нужно было вывозить уголь, ну и связь с другими населенными пунктами. Он проходил в старом городе. Следующий уже, вот эта обходная ветка, которая огибала город и подводила, значит, по генеральному плану, подводила, значит, вот эту линию, железнодорожную линию основную, от сортировки, от сортировки к Караганде на вот месте существующего железнодорожного вокзала. Связь осуществлялась как раз с направлением север-юг и как раз удобно в южном направлении Советского проспекта, было решено строительство железнодорожного вокзала. Ну, оно разрабатывалось институтом Ленгортранс, архитекторы Ашастин и Биллионсон, ленинградцы, которые в 1956 году уже закончили строить этого большого крупного сооружения. Ну, по тем временам это был достаточно крупный вокзал с двумя крупными зальными помещениями. Такой псевдо-сталинской архитектуры, значит, монументальной, классической архитектуры с хорошо проработанными архитектурными деталями, там, колоннами, значит, фронтоном и так далее, и так далее. Главный распределительный зал этого зала был украшен, он достаточно просторный, главный зал, был украшен по верхней части, был громадными барельефами скульптурными, для которого пригласили ведущих скульпторов того времени. Это были, можно назвать здесь фамилией, Рыбецкий такой автор, Майер работал, Оскар Майер, такой художник. Вот, и работал еще Петр Кузьмич Антоненко, это такой известный очень у нас художник в Караганде. Вот они создавали вот эти скульптуры барельефа, ну, тематика там, значит, трудового подвига, там, столевары. Значит, иногда они в качестве, значит, фигур использовали своих знакомых, значит, даже жен, значит, вот с натурой лепили. И впоследствии уже многие узнавали там каких-то даже знакомые лица в этих скульптурах. То есть это тоже была очень большая такая, большая работа такой наглядной пропаганды, агитации, труда вот в общественном здании. Ну, так она до сих пор и осталась. Многие, кто приезжал, да, не могли понять, куда они попали вообще, значит, да, то есть как будто их в степи, значит, это самое. Ну, шло время, и эта площадь застроилась, она получилась достаточно просторной, большой, ни один город не может похвастаться такой площадью, таким масштабом. Впоследствии это был целый градостроительный ансамбль, где появились такие дома, как дом, многоэтажный, многоквартирный дом, который получил название «Гармошка», а рядом, напротив, значит, еще один крупнейший дом, где должна быть 16-этажная часть, которая так и не построена до сих пор. Она так и осталась в проекте, который получил название «Паровоз». Значит, вот так, с такими вот трогательными названиями, значит, «Гармошка», «Паровоз». Значит, это очень по-карагандински. Время идет дальше, и, конечно, этот сегодняшний вокзал уже не справляется со своими объемами, он получается слишком близко в центре города, вот, и есть мысли о том, чтобы перенести и построить новый железнодорожный вокзал в районе Голубых прудов уже. 1989 год. Целинная железная дорога грозится оставить Караганду без нового вокзала, если власти города не примут вариант его проекта. Решение об его строительстве было принято еще в 1986 году. В середине 80-х годов вокзал не справляется с возросшими нагрузками, привокзальная площадь также перегружена. Согласно новому проекту, здание должно разместиться напротив старого, и здесь же будет конечная станция скоростного трамвая, который, как планировалось, должен соединить вокзал с Мойкудуком и Юго-Востоком. Однако этот проект не устроил целинную железную дорогу, и те попытались продвинуть свой, по которому старый вокзал Караганды подлежит сносу. Архитекторы шахтерской столицы встали на защиту исторического здания, они считают его памятником культуры. В конце 80-х вокзал отстоять удалось. Люди, которые заняты возвращением здоровья другим людям, высказывая удивительные единения мастерства и человечности, стоят превыше всех великих на этой земле. Эти слова Вольтера по праву относятся к Хафизу Жанабаевичу Макожанову, выдающемуся ученому, хирургу, травматологу, ортопеду, участнику Великой Отечественной войны, профессору. Он родился 15 ноября 1915 года в ауле недалеко от Павлодара в семье крестьянина. После окончания средней школы поступил в Алматинский медицинский институт. Когда началась война, Макожанов был призван на фронт. За четыре года войны прошел путь от полкового врача до заведующего хирургическим отделением госпиталя. В Караганду приехал в 1947 году. Сначала работал заведующим хирургическим отделением, а затем целых 25 лет был главным хирургом областного отдела здравоохранения. Хафиз Жанабаевич внес огромный вклад в развитие хирургической и травматологической службы в Центральном Казахстане. Он участвовал в создании хирургических отделений многих районных больниц Карагандинской области. В 1958 году в Карагандинском медицинском институте была организована кафедра травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии. Ее бессменным руководителем являлся профессор Макожанов. Наш прославленный земляк разработал и внедрил эффективные способы хирургического лечения тяжелых заболеваний и повреждений опорно-двигательной системы. Хафиз Макожанов – автор десятков научных работ по травматологии и ортопедии. Со своей женой Валентиной Хафиз Макожанов познакомился на фронте. Первый ребенок, сын Олег, родился сразу после войны. Потом появились на свет две дочери – Тамара и Людмила. В семье Макожанов было четыре медика, лишь средняя дочь. Тамара Хафизовна выбрала профессию, не связанную с медициной, а на математике. Он был отец на все, наверное, 200%. То есть отец – это в первую очередь ответственность. Вот тут он все брал на себя абсолютно. Он никогда ничего от нас не требовал, скажем, там, оценок хороших и так далее. Но ему было интересно абсолютно все, что мы делаем. Вот в чем, так сказать, самое главное его отношение к нам. То есть стоило ему подойти, увидеть, что мы что-то делаем, он тут же подключался. И подключался с такой активностью, что мы потом уже не знали, что с ним делать, понимаете. То есть мы не планировали так активно работать, а уже потом приходилось и нам за ним успевать. Летом, если мы приезжали, у меня бабушка жила на Украине. Если мы приезжали туда в отпуск, она жила в райцентре под Киевом. Вы знаете, он тут же подключался к работе районной больницы. Ему доверяли операции. Вот действительно активное отношение к жизни. Я не могу вспомнить, чтобы вот что-то вот мимо него прошло, и он как-то не обратил бы на это внимания, у него не было бы какой-то реакции. Энергия в нем ключом была всегда. Мама была полной противоположности. Она человек абсолютно не публичный. Вот она как-то всегда была в тиши. Вот хотя у нее биография, вы знаете, 21 год, собственно говоря, она уже была призвана в армию. Но в конечном счете, вы знаете, это настолько крепкий тыл у него был в доме. Вот такой молчаливый, тихий. И он, наверное, знал об этом. Поэтому спокойно мог делать все, что ему хотелось. Я вот вспоминаю годы, вот 50-е годы, становление, собственно говоря, этой хирургической службы. Звонки по ночам постоянно. Два-три раза в неделю он садился на этот санавиацию, вылетал там в самый отдаленный район. Хотя как главный хирург он, наверное, не обязан был это делать. Причем, если ему оттуда звонили, он понимал, что что-то не то делается. Знаете, какой стоял клик, я вот помню, среди ночи, вот, просыпались от этого. Вот он спокойно мог, так сказать, кричать, вот если ты это не сделаешь, завтра ты работать не будешь. И тут же собирался и сам туда летел. Я потом уже, когда повзрослее стала, вы знаете, я даже как-то переживала в том плане, ну, можно ли вообще с людьми так разговаривать. Вот у меня такие мысли были. А потом я поняла, что действительно вот это вот его ответственность удиктовалась. Вот он понимал, что если он, наверное, вот сейчас этого не сделает, то там какие-то тяжелые последствия могут быть. И, насколько я знаю, никто на него не жаловался никогда при этом. В послевоенные годы стали выпускать заключенных, он ведь общался с очень многими людьми. Он очень хорошо общался с Чижевским. И вы знаете, они ездили, он ездил в Москву, и с его вдовой он общался, он собирал материалы в нем. Вот. И уже после его смерти от его вдовы уже ко мне пришло письмо. Она там просила кое-какие материалы, но, к сожалению, я письмо это не соблюдала. Был такой профессор Подзолов, вот тоже, это вот репрессированные московские хирурги. Вы знаете, вот даже я, вот это уже мои детские воспоминания. Они жили, вот этот дом, бибколлектор был, это угол Гоголя и Ленина. И я вот помню, как-то он взял меня с собой, мы пошли к нему домой. Это, наверное, год примерно 58-й. Вот. В это время уже к нему жена из Москвы приехала. Вы знаете, я до сих пор запомнила, это была настоящая московская дама. Я запомнила эту обстановку. У нас не было еще такой обстановки. Эту обстановку в доме, как она была одета, понимаете? То есть, видимо, вот у него была тяга какая-то вот к таким вещам. Вы понимаете, у нас жизнь вот заключалась во дворе этой больницы. Там где-то существовала Караганда. Мы там по воскресеньям выезжали, там либо, так сказать, шли в ресторан, либо еще куда-то в кино. А вся жизнь, вот все врачи вот здесь вот крутились во дворе этой больницы. Это был вот такой вот какой-то круг. И потом все они, так сказать, стали, достигли, так сказать, хороших высот в своей профессии. Память нужна. Без нее, ну, без прошлого нет будущего, короче говоря. Улица его именем названа. Памятник открыли. Я считаю, так сказать, это действительно такие знаки. Вот я сейчас думаю, нужно, чтобы молодые врачи, которые работают, они знали немножко историю своей больницы. Она очень интересная и очень непростая. К столетию профессора Макожанова областной центр травматологии и ортопедии издал книгу его воспоминаний. Сюда вошли личные записи Хафиза Жанабаевича о непростых годах детства и юности, о фронтовых днях, о работе в госпиталях, о приезде в Караганду и клинической деятельности. Жизнь профессора Макожанова является примером благородного служения Родине. Хафиз Жанабаевич – человек с большой буквы, которого отличали необыкновенная принципиальность и честность. Он всегда стремился помочь людям в трудную минуту. Его большой опыт и профессиональные знания имеют огромное значение в деле подготовки нового поколения врачей. 1965 год. Жители Нового Майкудука сегодня с гордостью говорят, что у них и магазины, и столовые лучше, чем в Новом Городе. Действительно, такими магазинами, как промтоварная «Чайка», продовольственный «Колос» и такими кафе, как «Ласточка» могут похвастаться жители далеко не каждого района Караганды. В продовольственном магазине 12 отделов – кондитерский, гастрономический, мясорыбный, молочный и другие. Теперь не надо ездить за покупками в город. В новом кафе «Светло» солнечно на кухне установлено новейшее оборудование. Здесь работают более 30 человек, из них 21 – комсомольцы. Заведуют производством Элла Григорьевна Булатбаева. К открытию кафе «Ласточка» работники приготовили для посетителей более 50 блюд. Здесь много новинок – фаршированные утиные шейки, шарики из селедки, яйца, фаршированные икрой, любительские голубцы, сосиски по-брестски и многое другое. Посетители от души поблагодарили работников кафе за вкусные блюда. Несмотря на то, что мы были детьми, мы бегали в эти магазины. Во-первых, там самообслуживания не было еще, там работали продавцы. Я не скажу, что там был такой ассортимент, как вот в нынешнее время, но тем не менее, магазины привлекались современным дизайном, для нас это была новинка, так как большинство были киоски, мелкие такие магазины, а это все-таки такие масштабные. Ну, а кафе «Ласточка», вот тогда оно имело свое название, и оно осталось сейчас. Тогда там славилась кулинария, и мы, школьники, знаете, часто бегали за пончиками, булочками, пирожками и так далее. Это тоже было привлекательно, потому что, вы знаете, уже внедрялась в жизнь традиция проводить именно какие-то торжества свадьбы вот в таких заведениях. И, конечно, открытие кафе – это было праздником для жителей Майкудука. Хоть это было ново для нас, но это была ступенька культурного развития, будем говорить, жителей, значит, Майкудука. В это время как раз интенсивно строился и 12-й, и 13-й, и 15-й, 16-й, микроорганизм, 17-й. Вы знаете, такое было строительство. Тогда 9-й школы не было, которая заканчивала. Тогда была центром 53-я, позже открылась 95-я, а уже потом, дальше стали открываться вот эти школы. Время было интересное, потому что мы тогда, старшеклассники, сажали парк возле Батагоса кинотеатра, Батагос открылся тогда. И, вы знаете, культурная жизнь вот именно этого района, она, вы знаете, насытилась более такими красками. Люди проявляли какую-то активность, заинтересованность, проводили чаще свой отдых в парке имени 50-летия Казахстана. Потом посещали кинотеатр Батагос, посещали, значит, ласточку кафе, потому что кафетерий был великолепный. Вот. Вот посещали магазины «Чайка» и магазины «Колос», потому что это первый, новый, большой, красивый магазин. Конечно, это все привлекало. Очень доступные были цены. Тогда у нас были рубли. Вот на рубль советский можно было купить и булку хлеба, которая стоила 24 копейки. Тогда можно было купить литр молока. И, в общем-то, как-то зарплата позволяла, позволяла, ну, в общем-то, жить нормально на эти деньги. Вы знаете, вот в то время, если мне не изменяет память, тогда было снижение. Вот сейчас акции в магазинах тоже проводятся, а тогда на определенные товары снижение. Причем это объявлялось через средства массовой информации. И, в общем-то, люди шли, радовались, потому что один товар снижается, другой и так далее. Еще, знаете, вот в то время, в то время, значит, конечно, такой культуры торговли не было, как сейчас, все упаковано, все красиво разложено, мы все это видим. В то время, нет, стоял продавец, у него за спиной был выставлен весь ассортимент, и все, и люди, в общем-то, покупали все, что есть. Ну, не было столько видов птиц, мяса. Вот хлеб мы покупали 16, это копеек стоило. Вот хлеб был горчичный, белый и серый. Все. Такого разнообразия вот булочных изделий, вот как сейчас печеных изделий, тогда, конечно, не было. А потом стали появляться другие магазины. «Сатурн» открылся, затем, значит, «Горняк» уже позже. Потом вот сейчас еще в микрорайонах такие крупные магазины. И хочется сказать, что сеть торговых магазинов сейчас очень обширная. Людям это очень удобно. Конечно, если сравнивать с 60-ми, годами, 70-ми, тогда более бедный ассортимент был. Но люди были более радостные, более счастливые. Они умели радоваться тому, что делало для них государство, что делало для них общество, делала страна. Вот, понимаете, тогда было такое поднятие патриотизма. Каждый раз мы смотрели телевизор, мы открывали для себя что-то новое, там заводы открывались, такая добыча в шахте была. Все. Мы радовались. У нас люди имели работу, зарабатывали деньги. На эти деньги они могли прожить и очень хорошо. Понимаете? Поэтому, ну, сейчас немного сложнее, конечно, если сравнивать с тем временем. Каждое время хорошо по-своему. Но взаимоотношения людей, между людьми были очень добрые и такие, знаете, более порядочные, уважительные. Советский Союз всегда ассоциировался с огромными очередями. Примечательным был тот факт, что, увидев длинную очередь, человек сначала занимал в ней место, а уж потом интересовался, что ж продается. В принципе, особой разницы не было, так как нужно было все. Если удавалось достоять до конца, люди редко покупали дефицитные вещи в одном экземпляре. Ведь впоследствии их можно было продать дороже, поменяться со знакомыми на другие вещи и тому подобное. «Жизнь в любое время имеет свои плюсы и минусы. Нам не приходится выбирать, в какое время жить, но зато мы можем научиться видеть позитивное в нашем современном мире, сравнивая его с прошлым». 1995 год. В концертном зале «Шелкыма» прошло чествование карагандинского шахтера. Наша команда по итогам сезона 1995 года заняла третье место в чемпионате страны и завоевала бронзовые награды. Слова благодарности звучали в адрес главного тренера шахтера Серика Бердалина, игрокам Сергею Мищенко, Руслану Иманкулову, Андрею Курдюму, Владимиру Цирину, всем другим футболистам и тренерам нашей команды. Впервые за последние 10 лет карагандинский футбольный клуб «Шахтер» показал отличную игру. После первого круга чемпионата Казахстана наша команда занимала первую строчку в турнирной таблице. Особенно сильно горняки проводили матчи на своем поле. Когда такое было? Главный тренер карагандинцев Серик Бердалин перед началом чемпионата не скрывал честолюбивых замыслов своей команды. Горняки были готовы поспорить за один из комплектов медалей. Однако на финише чемпионата карагандинцы потеряли важные очки в Актюбинске и Хромтау и отстали от Тараза на два очка. В итоге лишь бронзовые награды. Рома так ласково зовут болельщики нападающего Руслана Иманкулова. Ромарио такое прозвище дают ему в команде. Болельщики помнят Иманкулова как нападающего таранного типа, хорошо играющего на втором этаже. В сезоне 1995 года Руслан забивает 13 мячей и становится лучшим бомбардиром команды. Это было событие очень серьезное для караганды, для всех футболистов, их родных. Тем более в основном команда из 22 человек, 19, были местные ребята. Серик Бердалин ставку делал в основном на молодых местных ребят. Я думаю, он в этом не ошибся. Во-первых, он неплохую зарплату сделал. Правда, мы ее не видели полгода. Тысяча, тысячи до двух тысяч долларов. Но это тогда были неплохие деньги. И молодые ребята все сплоченно тренировались. Никто не пропускал. Даже кто болел, не признавался в этом. Настолько был энтузиазм. После первого круга на 5 очков мы опережали все команды. Но потом уже в федерации поползли слухи, в чем дело. Что за команда, которая никаких имен там, ни знаменитостей, всех выигрывает. Ну и во втором круге чуть судейство нами занялось. Ну, даже хотели, чтобы мы в тройку не влезли. Но за счет нашего коллектива боеспособного и тренера Серика Бердальна, он так сплотил команду, что даже не помогло судейство, которое хотело нас из тройки не пустить в тройку. Вот, поэтому это первый успех Караганды. Хотя могло быть больше, если финансирование было бы на хорошем уровне. И то мы никто не жалуемся. Мы тогда об этом не думали. Мы играли, чтобы зрители были довольны на трибунах. Это было, наверное, самое главное. И тем более все местные. Попробуй плохо сыграй, потом покажись после матча, выйди на улицу, что будет. С человеком или обзовут, или еще хуже. Надают по морде. В воротах у нас, значит, были Цирин и Бураков. Два вратаря. Они равны очень по мастерству. Вот у нас, кстати, Бураков, Серега, который в Кайрате был, он очень много дал опыта. Подсказывал нам по линиям. И Цирин в РТШ, тоже в Павлодаре проиграл очень. Два опытных вратаря, которые, когда сзади опытные люди подсказывают, и защитникам. А какая защита у нас была? Сергей Мищенко, Кайрат Сламбеков, Игорь Хоботов. Все были защитники, ну, опять же, очень опытные, и большинство местных. В центральной линии хотелось бы отметить Самвела Костандяна, Андрея Курдюмова. Ну, а перед там вообще был у нас Манкулов, Руфлан, Сергей Егоров, Абельдаев, Аскар. Все футболисты с такими именами, что там тяжело было конкурировать. Ну, вот тренера задача, он, никто на него не обижался, выставлял умение выставить в данный матч такой состав. Одеть команду в костюмы, что первый раз мы поехали в Кайрат играть на поезде, и весь поезд на нас смотрел, как первый раз команда. Все оделись в эти бордовые костюмы, с галстуками, в туфли тоже выдали всем. Наглаживали все эти костюмы, вот ехали. Ну, и весь поезд на нас глазел, а когда мы приехали в Алмату, нас команда Кайрат увидела, мы их 2-1 выиграли, по-моему, только из-за того, что они увидели нас в костюмах. Ну, я всегда забивал, и ни много, и ни мало, но зато стабильно. 10-13, 8-9, 10-13, ну, у меня не было сбоев, что я или два забью, или я стабильный. Во-первых, я не так много играл, если посмотрите по истории, там, когда Серик Бердалин был, я вот 3-4 сезона отыграл в основе этой львиную долю. А потом, в основном, легионеры, другие тренера, я же все-таки 12 тренеров прошел. Они привозили своих игроков. Вот. Кто помог достичь этого? Ну, это центральная линия, у нас очень великолепная была. Это Андрей Курдюмов, которого забрали в Зенит, там, если болельщики помнят. Вот он за счет травмы он сейчас закончил. Очень мобильный центральный полузащитник. За счет своевременного открывания и в это время своевременного паса у меня появлялись моменты. Плюс фланговые передачи исходили от Георгия Малюка, Казбека Кушебина, Сергей Егоров, мы в паре, с Аскаром Абельдаем, мы понимали друг друга. И они отдавали голевые передачи, никто не жадничал. Вот за счет моих партнеров так все и сложилось. Когда хорошее настроение у всех в команде, тогда и ладится игра. Повторить и улучшить результат 1995 года в следующем сезоне «Шахтеру» не удалось. Наоборот, команду начали преследовать неудачи. Граньки лишились спортивной базы в Долинке, стадион «Шахтер» в отвратительном состоянии. Финансовое состояние команды ужасное. Ко всему, в 1996 году шахты угольного бассейна выкупила компания «Испад». На некоторое время материальная поддержка футбола почти прекратилась. В середине 90-х у многих команд казахстанского футбола есть богатые спонсоры. Клубы высшей лиги носят непривычные слуху названия. «Кайсар Харикейн», «Акцесс Есиль». Немало нефтяных команд «Актубе Мунай», «Кайсар Мунай», «Мунайши». В 1997 году каргандинская команда тоже обретает генерального спонсора. Им становится компания «Испад Кармет». Отныне каргандинская команда так и именуется «Шахтер» «Испад Кармет». «Испад Карunder». «Да в SU4п Park». нефотOUр «Акцесс Аэсо», «Кайсээна» «Эхатсэ» «Акцесс».